Если 500 рублей поможет, может я ему дам просто 500. На лечение? Ну, конечно. А там у него ссылки на донат, видимо, в описании. Да, да, да. Итого, итого. Меня можно снять, да. Кто тебя спрашивает еще будет? Я, кстати, тоже. У меня тоже хорошая страница. Да, да, конечно. Страничка-то если засунуть в одно место? А вы гомосексуалисты, скажите мне? Нет. Почему вы засунете в одно место? Я не такой. А мне плевать какой-то. Мы гетеросексуалы. Да, выражайся, пожалуйста. Это литературное слово. Литературное. Ну, если докажешь себя. Докажем. И не вам меня учить. Почему? А кому? Давай научим тебя. Давай научим тебя. Не кури на меня. Они же не подним, куда попали. Не кури на меня. Куда мы попали? Куда мы попали? Вы их в попу попали, к себе. Попу? А почему вы про задницы говорите? Вот у меня ощущает, что вы гомосексуалисты. У меня это и есть задница людская. Кто? Вы задница. Здесь задница? В Воронеже задница? Вы говно. Конкретно вы говно. Я вот конкретно говно, да? Вы меня назвали говном сейчас. Но я, к сожалению, не говно. Поэтому, ну для вас к сожалению. Поэтому я на это не буду обижаться. И старому педику спущу это как бы на тормозах, я думаю. А я не взял деньги, представляете? Я просто передо мной извинились, я вот очистил сам штаны. Вы молодец. Я терпила. Вот затерпилился я. Здорово. А у вас записи не идет. Девушка, вы включите камеру. Тебе подержи, пожалуйста. Вы уж нас простите. За что у вас? Ну, мне кажется, мы с вами плохо поступили на самом деле. Вы не поступили плохо. Я вам просто скажу, что я люблю, когда люди действительно деньги зарабатывают. Вот идут и зарабатывают. А они путем вот таким их помогают. Там можно любым языком объяснить, как это, и что, и как правильно, и то, что где я там. Я за свои, как говорится, поступки за них заплачу. Но когда вот так зарабатывают деньги, я считаю, что это неправильно. Я вам могу сказать, что в жизни есть бумеранг. Это очень такая интересная штука. И она возвращается. И все болезни от этого. И я надеюсь, что у того молодого человека будет все хорошо. Вот честно. Вы поверите мне, он есть. То есть получается, что вы там сказали, что вы болеете, да? Получается, то что-то как-то где-то... Очень... Я вам не могу сказать. Ну, так, чисто. Какой профессии я занимаюсь, я не буду вам говорить. Но то, что я говорю... Боюсь предположить, если вы так загадочно сказали. Ну, я могу сказать, что все возвращается. Мне 500 рублей, там 250, я плачу в качестве. Ну, вы там мстить ему не будете? Ну... Я не буду мстить. Оно все вернется. Посмотрим. Само вернется, правильно? К нему точно. И просто сегодня он сам кинулся под машину, а послезавтра его она сама сожгнет. Ну, может быть, чья-то дочка, может не дочка. Алексей побежал, ребят. Молодец. Какая-то... Молодец. 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 пожалуйста кто вот этот человек который вот бросился под колеса кто этот провокат сам настоящий он в рио он провоцирует конфликты а масса просто бросается госдеп госдеп не кто пошла сюда с депсажение обама был сейчас там кто-то говорит раньше был обама сейчас там и вот я вот это да то запачкаем вас мы же это фигали старых педиков не запачкают даже вас не оскорбляет и пришли выражение вы молчите вы власть я вам третий раз прошу я не слышу как вы оскорбляете я не оскорбляю я просто скажу что старых педиков нельзя запачкать говно что вы обращаете внимание? ходит то меня зацепил то еще что-то говорит молодых молодых можно молодых можно запачкать что вы ходите домой я же вам третий раз прошу примите меры полицейских идите домой что вы провоцируете здесь ходите то я могу пояснить я вам говорю а то еще кого-то один товарищ врет один только провоцирует конфликты все врут вас оскорбляет рильда вы молчите да ужасно обращайтесь к прокуратуру а кто вас как оскорбил? слышите? а вот дядь тут уже раз пиздили еще раз ответили матом не ругать давай сейчас ехать остановите его 20.1 а вот давайте кто вас оскорбляет почему-то кто вас уже ответили нет а что за идиотизм что он уже ответил ну вот ехать никому больше нет дела до вашего блин пищеводной зоны чем нужно кто пошла? фамилия? Трамп тут какая-то концентрация людей нетрадиционного поведения очень высокая я в отдел сам пройду если не надо по одному то вы не ходите один садится в машинку и другого снимает мужчина что было рассказать? да ничего не было я просто из Москвы приехал я не знаю что тут было человек провоцирует специально да и все а вот как он это делает? всячески ну вот он обзывает оскорбляет да какая разница обзывать просто интересно ну провокация для каждого просто свое слово понимаешь? на машину кидать спрыгать на капот и так далее на дороге просто? вот здесь прям тогда еще знаков не было этих и тогда был документ что здесь можно ездить и с администрацией предоставили потом в итоге документ что здесь можно ездить это было еще знаков этих не висело но вот лично я если бы не висели знаки я бы действительно вот я честно скажу вот при Алексее да то что я бы вот запутался сам бы заехал а он это делал и он прыгал специально на капот и ни одно постановление выписанное сотрудником ДПС было отменено в итоге все были признаны законными да ладно не придумывай ни одно не отменено да не придумывай покажите от меня покажите здесь и ест вот он во двор что-то ерунду а здесь я не работал я работал по этой да ты работал здесь ты стоял ППСники здесь стояли ДПСники здесь стояли не надо ерунду нести я все помню я все помню я все помню ты просто реально провоцируешь людей которые здесь ставят машину в парков да я успокоюсь когда тебе что-то плохое будет что же вы так не а зачем вы ему злато желаете а как не желать такого человека который выводит на эмоции специально ну а как он тебя по закону его привлечь здесь люди жильцы этого района паркуются я вообще к вам не подходил сегодня вы подошли да ну сегодня не подходил в другое время и в другое не подходил ну собственно мы в Воронеже тут с 11 часов проводим рейд тут пешеходная зона ребят это получается и вот столько машин но было намного больше было намного больше потому что вот и сделает опрос потому что мы тут работаем два раза меня сбили сегодня Алексей это уже сбили оказывается неправомерно да потом предоставили документы что здесь нет этого ничего и можно здесь есть а потом мне предоставили документы то что схема есть что здесь тротуар ну вы не слушайте даже а вам все равно ну вот это я уже понял что вам все равно абсолютно потому что вам главное чтоб здесь парковались нарушали правила дорожного движения вот здесь люди ставят машину блин которые живут здесь а вы здесь живете? нарушила работа через дорогу живу какая на районе я не знаю слушайте а почему бы почему бы вам вот у вас же какая то группа есть которые недовольны действиями вот Алексея правильно и на камеру будет говорить что мы будем делать по этому поводу ну я надеюсь бить его не будете ну наверно нет а там посмотрим ну понятно ну хоть нет ну это спасибо я к тому что почему бы вам не собраться и вот как он не пойти в администрацию города и не сказать выделите на парковку да потому что мы нормальные люди мы работаем гайки крутим машины чиним а вот этот ерундой занимается она это гей не надо ну то есть то есть да то есть я рабочий нормальный человек а вот это хрень то есть вы просто не считаете как бы нужным на это тратить время это не наведение порядка наведение порядка вот люди занимаются в форме ну они плохо занимаются потому что на тротуаре много где вот так понятно да давай вот так вот это было бы работа а нет хрень полтуны а ребят тут очень весело вообще не понимаешь что происходит конечно да он свой к тому что тут вот без закона вот это все сделано не ну он то сидел понимаешь это самое сколько тут семь с какого то года он говорил тут в этом доме ничего не делал понимаешь мы ему говорим сделай себе парковку тут пойди добейся ну кстати вот а человек гайки крутит интересно а вот что же он сейчас гайки не крутит я не знаю сейчас рабочий день у него не полная занятость ну такой человек а сейчас же рабочий день чего же вы гайки не крутите получается в клинике я был тебе документы показать да не не просто я имею ввиду что вот сходили в администрацию или сейчас же интернет есть можно направить электронное обращение не умею значит и слушать надо как 21 век 21 век надо как-то развиваться а я ничего тяжелее камеры в руках не держал ребят вы что забыли что а вот приняли обращение по поводу привлечения вот этого гражданина к административной адвесе по 21 гражданина наделом полиции связывались просто у меня ваши документы появились отлично конечно парень ну ты абсолютно там ну знакомый с ним пойдем пройдемся посмотришь куда эта дорога ведет во двор ведем во двор а какого хрена он подопрыгнет на машину что он тогда разгоняет я вот смотри дело в том что я не понимаю а где вообще заезд во двор человеческий вот он заезд вот он въезд нет кроме него ну есть альтернативный там дальше и все а если вот тут выезжаешь со двора вот он въезд давайте посмотрим тут просто большие вопросы вот смотри там дальше я видел там где примят это самое бордюр там вон он заезд только вот дальше этого дома и все есть заезд и все а вот тут это 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 не въезд это не въезд и никогда им не было здесь был всегда бордюр въезд вот он всю жизнь он был здесь была жилищно коммунальная контора ну как управляющая компания вот в этом здании была здесь люди всегда подъезжали вот здесь здесь в конце концов разгрузочная погрузочная зона магазина что за бред вот я не понимаю происходит нет вот здесь вопрос никаких вот здесь разгружайте пожалуйста я просто тому что вот сделали бы здесь выезд всю жизнь вы ну видите знаки что я ну у нас все равно какие знаки у нас на заборе написано а там дрова вот сейчас стоять правильно там нет все равно ну как же так сквозной проезд даже кирпичевский а сквозной нельзя через двор на причет вот так вот разбираются люди мне все равно ты ерунду знаки знаки ерунда не ну как бы все понятно что все понятно что есть как бы недочеты ну очевидные в организации движения правильно но сейчас хоть как то сделали чтоб было нормально сейчас сейчас я про то что вот ходить тут и орать матом ну это явно не и всех обвинять что и всех обвинять это не решит проблему это воронеж тарика так лайкочки поставьте быстренько потом мы тут мерзнем 4 часа с алексеем вот алексей шумардин наш надзор канал мужчина подождите стойте 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 вас оформить здравствуйте здравствуйте мужчина мы к вам с добрыми намерениями дело в том что ну что какие намерения нет дело в том что вы сейчас заехали на пешеходную зону и вот какую зону пешеходную чтоб вас не оформили гаишники уезжайте уезжайте-ка быстренько отсюда пожалуйста я лучше назад не-не-не там вас стойте 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 вот туда 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 назад 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 и вот можно тут стоять вдоль дороги можно стоять вот вот прям дай ему развернуться пусть он не-не надо вот вас оштрафуют уедет на меня-то не надо ехать вот 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 знак обратите внимание вы можете стоять вот здесь вдоль дороги везде вдоль дороги везде можно можно а здесь машина приезжает здесь знак пешкодной зоны можно обратите внимание на знак 533 называется только пешкодная машина там убедите ну вы на пешкодной зоне не стоите нельзя этого делать ну хоть вы поможете нам это какой-то кошмар достали негодяя нарушителя да кошмар раньше здесь можно было пройти сейчас вообще пройти невозможно просто невозможно почему такой беспредел раньше чижок себе устроил стоянку сейчас чижого нету и все равно стоянка осталась почему нельзя было сделать карман со стороны а кто-то чижок чижок был хозяин вот здесь вот бизнес-центр вот этот нет вот где магнит ага и он себе сделал вот здесь вот стоянку из газона да да из газона чижок уехал так и осталась стоянка для меня просто загадка сейчас простите пожалуйста куда куда он поезд а зачем вы сюда-то поехали это он же или не он же а зачем вы здесь встали? здесь карман есть? нет это широкая сходная зона вдоль дороги поставили и все но если эвакуируют не обижайтесь не обижайтесь что? что? не встал не встал не встал а что такое? ну просто пришли сразу что не пристали сразу за камеру встал 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 отлично а что с тем гражданином который меня ударил с точки 6-1 6-1 1-1 составленным здравствуйте а он на меня там а вот на целом он замучил уже здесь который раз снимает провоцирует вот чуть ли не прыгает на капот здесь все сбивали два раза ааа спасибо слышите? слышу да 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 дальше я сейчас надо все заявления вы разберитесь с ними они со мной вы с ними разберитесь что это за люди разберется они не предъявляют кстати участков принимал заявление по тому мужику который на меня напал они оскорбляют про прохожих они бросаются на капот под колесом прямой эфир идет просто матом ругались да? вы конкретно вы у меня прямой эфир вы оброжали мордой в асфальт положить дааа что ж так у меня прямой эфир и у меня прямой эфир в кармане не волнуйтесь так вот про догов? да сейчас интересный да? государство что такое? почему вопрос такой? а запросы вы пожалуйста еще что СМИ не зарегистрировали? я не зарегистрировал СМИ да что вы говорите? а как же роздержава лицензия? вы снимаете людей лица людей не заручившихся к согласию вы получаете закон 58 от персональных данных вы хамите при этом людям вы какая лицензия вас сажать надо да вот этот человек полчаса назад ну и че называл тут всем говном пожалуйста обратите внимание вот стоит вот значит вот эти товарищи как собачки бегают кидаются под колеса после чего в вальяжный подходит инспектор и начинает оформлять какое-то нарушение он незаконно сажает вашего он не имеет права это делать все нарушает это явное превышение у вас в управлении соотечественных да тут вообще все давай 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 куда пошли то надо разбираться заявление писать куда пошли откуда надо то я пойду не указывайте мне в свое любимое место ваше 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 в попу наверное да как вы до этого говорили в жопу конкретно в жопу вам там нет спасибо вам большое что указали направление да да и без задних что бы мы без вас сделали что бы мы без вас сделали так ладно пишите спасибо да товарищи честовы извините я слушаю вас товарищи честовы я слушаю вас так этого гражданина пожалуйста надо пускать он вас 6.1 очень много да да а что кстати по 6.1 в отношении того гражданина который напал да все правильно будет привлечен ну что смотрите сами знаете сначала выносится отказной материал знаю конечно потом проводится видео я думаю вы видели что у меня что да видел конечно человек будет привлечен вам соответственно по почте придет уведомление от нас пришло алфавитное обращение которое тоже будет также ну да я просто ответ не получил но хорошо теперь слушаю вас я все понял то есть скоро скоро вы мне значит пришли да 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 конечно слушаю по аккредитации там был вопрос да у меня вопрос и по 20.1 я напишу да что там вы не будете с ним да это запрос просто копию ну потом подтверждение что там инфрациональный дан так не читать да специальный сайт который публиковался журналистам что за ним это ответ сучка откуда ответ сучка а че на сайте все журналисты опубликованы да ну как бы да опубликации аккредитации не все журналисты вы уверены то есть надо запрос сделать в само в само смене все правильно значит делайте пожалуйста по запросу вам ответить все сейчас в ВВ позвоним а то это можем и директору дать ну а при чем здесь это я не пойму просто вас сейчас интересуешь убеждать все вы запрос запрос СМИ сделаете а а съемку может проводить каждый да 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 все я на общественное место а это насчет СМИ там 144 была еще статья я буду вот и на это так сказать мужчина привлечение к ответственности за препятствия журналистской деятельности он же ударил и камеру там короче ну не смог я ну тут Алексей разобрать вот кстати можете взять интервью у людей которым мешает машины на тротуаре вот спросили у старшего лейтенанта почему нельзя было поставить знак движение запрещено и остановка и стоянка запрещена затрат нет никаких приедете на двух машинах заблокируйте и оштрафуйте всех вы расскажите вот человек новый сейчас с РМТВ как относитесь вообще к тому что здесь ездят в машинах да категорически против категорически здесь же люди ходят дети ходят кто вы понимаете это же ужасно но власть наша городская должна думать что стоянку надо карманы делать со стороны дороги а не со стороны тротуара ну у меня такое поэтому спасибо вам как давно ездят машины здесь и как давно знаки сколько мы живем в городе Воронеже столько ездят машины и мало того вот отсюда еще во дворы еще во дворы езжают а в другой дороге есть в городе? а вот есть наверное есть в городе вот она дорога и чуть и направо ну вы понимаете не может быть дома чтобы не было подъезда к дому дорога всегда она есть но нам это не надо мы просто не интересуемся а вот это дело конечно спасибо а как вы считаете вот Алексей правильно делает? в смысле? ну вот Алексей еще Мордин тут местный активист у вас который вот собственно благодаря которому установлены эти знаки пешеходная зона благодаря которому будет рекоментироваться конечно спасибо а то профессионеры хотели сами писать и обращаться прошу прощенщики перебивай а что вы снимаете? репортаж вот как ездят тут машины ооо идем зимой 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 женой да едет это сзади сигналит я вам говорю здесь проезжей части нет он говорит ходите по тротуару я говорю а где здесь тротуар то он говорит ищите так это и есть пешеходная зона это и есть тротуар я знаю это мне так водитель отвечает еду здесь вообще где-то ездят постоянно вот здесь нагло нагло вообще ну это тут что-то забрать какой-то надо тут это сразу установить уже установили вот видите а? уже установили все равно ездят надо здесь это в виде фиксации поставить чтобы это штрафовали это вот поверьте мне это я вот сам водитель с 84 года если поставят поставят достаточно вот ему один раз оплатить все он больше никогда не поедет они жадные невозможно спасибо вам что здесь произошло и как вы к этому относитесь отношусь крайне негативно поскольку человек я даже не знаю не вспоминаю знаешь что у него фамилия в принципе созвучно с тем чем он занимается очень его так и надо называть в принципе его фамилии вот ну что здесь произошло он уже здесь на моей памяти второй раз насколько я знаю уже третий раз и делает он всегда сюжеты свои где хоть чуть-чуть можно сцепиться но и провокационный сюжет то ли можно то ли нельзя если будет точно нельзя он не приедет ему это неинтересно поскольку машин тогда не будет и нарушителей не будет поэтому он делает свои сюжеты отталкиваясь от того что вроде как и можно а вроде как и нельзя чтобы раздуть специально скандал данная ситуация здесь уже как бы данный знак является предписывающим мы это уже выяснили с сотрудниками ДПС он не запрещающий он предписывающий ни в коем случае не запрещающий вот до зимы в том году еще здесь была такой же ситуация но он находился здесь знака еще не было там он не находился вот где центр ТОР поскольку там понятно никто не ездит ему там не выгодно но не выгодно там не ездит но не будет из чего из муки слона раздуть вот и еще очень он любил раньше раньше до того как там заасфальтировали тоже была спорная ситуация по-моему адрес Ленинский проспект 174 П чуть-чуть не доезжая Максимира остановка заводская вот там так пешеходный переход ой пешеходная дорожка была достаточно узкая но при этом там была типа полисадников там тоже машины парковались он тоже там неоднократно снимал сюжеты на него там кидались что только не делали на данный момент там все заасфальтировали сделали официальную стоянку все там стоит все он интерес к ней потерял поскольку поскольку ему не раздуешь там из муки слона поэтому данный человек провоцирует и в данный момент он меня он остановил меня вернее попросил сотрудников ППС остановить меня якобы я на него сознательно сказал нецензурное слово ну я в принципе это повторю и заплачу за это 500 рублей потому что это адресовано конкретно данному человеку и никому другому и никто другой в принципе в тот момент ничего не слышал слышал только он так что вот все что могу сказать провокатор самый натуральный провокатор который пытается в вебухе раздуть слона и яхту думает что прославится в интернете но вряд ли у него это получится скажите ну вообще по ситуации вот здесь на этой площадке как вы думаете чья это проблема борода КПЗД я честно считаю что вот здесь это обсуждалось если обратите внимание камеру направить там есть вон тротуарчик выделенный пусть он узкий но он есть а это как бы я считаю что проезжая часть и мне хоть кто я считаю что это проезжая часть потому что тротуар вон он выделен и он есть это уже обсуждалось поэтому вот все что могу сказать в данной ситуации я еще раз скажу она спорная безусловно она спорная проблему да в принципе с бордюром выделить можно в принципе скажем так двухметровый бордюрчик выделить а скажем так обустроить его и обозначить что есть бордюр при этом и здесь я живу 33 года и вот сейчас магазин центр торг там был магазин раньше дайнао и там выставочные всегда автомобили стояли то есть от дайнао центр стояли автомобили и они стояли получается на пешеходной зоне ну кто это мог позволить правильно просто так значит все это нормально я считаю я к этому привык я здесь живу 30 с лишним лет будь вы активистом как бы выпуяли себя как бы вы попытались здесь установить пешеходную зону имеется в виду тротуар максимум просто обозначить отделить да отделить какую-то левую или правую пешеходную часть машину это конкретно касается до пятиэтажного дома после пятиэтажного дома там да там запрещать в принципе условно там не настолько он широкий но здесь это не требуется здесь карман выделен в конце концов специально вот карман его явно видно как машина помещается в принципе хорошо спасибо большое микси давайте с вами ноу-комментс что не будет комментариев? да ладно кратко доставит 500 рублей да все таки первый раз сказал участковый ну скорее всего так счет участковый как-то недружелюбно был к тебе настроен а сначала да он кстати составлял материал по 6.1.1 в отношении вот этого гражданина помнишь на БМВ который напал сказал что будет в ближайшее время передано в суд материалом для привлечения он просто сказал то что сначала выносится отказной а потом составляется протокол вот недавно у нас было дело ребята для стрима там 72-летнюю бабушку обвиняли в нанесении побоев да вот и устояла устояла материал когда сначала был в составе протокола а через два месяца было вынесено отказное постановление я не могу вам об этом рассказывать но это дичь то есть даже в Воронеже видимо участковые грамотнее чем в Москве Шмардин Алексей наш надзор организация журналист занимаюсь пытаюсь навести порядок по данному адресу примерно полтора года не так много рейдов здесь было проведено 5 или 6 стрельба здесь была вот у дома 43-го постреляли меня и моего друга до сих пор не возбуждено никакое дело хотя это чистое хулигарство применением оружия вот кстати автомобиль едет к сожалению ну нападали не так давно автомобиль водитель автомобиля БМВ то есть все здесь было много чего запланирована реконструкция уже год назад в данном участке но к сожалению до сих пор еще не проведена был на приеме у вместителя мэра дважды у Петрина написано около китайское обращение по этому участку установили месяца два где-то примерно в конце января 2019 года знаки пешеходной зоны везде по всему периметру но только во дворе понятно не устанавливают просто прилегающие территории и соответственно заместитель мэра Петрин обещал выполнить реконструкцию до 1 июня 2019 года в этом году о чем у тебя речь о конструкции вы готовы сделать в основном для деревни спортивных зон нормально так тротуар только стоило отъехать вот только стоило отъехать гаечников ребят потому что место позволяет я думаю что должно быть со стороны проезжей части парковочная зона огорожена естественно пешеходная зона либо плиткой либо столбиками и за место тех газонов вот там дальше газон тоже может быть парковка ребят поставьте лайк пока вы деды так вначале сделать надо а потом требовать зачем вот есть знак запрещающий движение транспорта это глупо а в общем просто вначале поставить бордюр вот тротуар вот так идет вот пожалуйста никто не поедет правильно так вот нужно было не против водителей выступать а пойти послушайте вот вы сейчас с нами тут целый день стоите пытаетесь донести что-то о чем я на вас мы вас внимательно слушаем да 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 но я вот думаю было бы эффективнее что вы высказываете довольно рациональные идеи вот правда довольно рациональные но при этом вы тут всю жизнь живете и ни разу ничего не написали по этому поводу ни в администрацию никуда у меня эта позиция странная и непонятно вот скажите после того как мы ну вот Алексей там я там еще люди полиция привлекли ваше внимание привлекли к этой проблеме еще раз вы будете что-то делать или нет я лично ну вы лично вот лично вы да лично я нет не будете ничего делать то есть вас все устраивает получается это я просто не понимаю что вас не устраивает если как бы меня не устраивает что мне не понравилось что мероприятие которое проводится сейчас направлено против тех кто не имеет отношения что вышла вот такая ситуация водители не имеют отношения к тому что здесь сделано вот парковка здесь парковка здесь они к этому беспорядку отношения не имеют а а мероприятие направлено именно против водителей а кто имеет ну я полагаю чижов строил этот магнит допустим он имеет получал всякие разрешения вот он имеет отношения то есть то есть надо пойти к чужому правильно к чужому пойти к мэру города к району но при этом но при этом вы как бы ничего не будете делать все равно нет я говорю о том что водители к вот этим парковкам отношения не имеют а ваше мероприятие направлено против водителей ну как же водители знаки что ли не видят вот это направлено водители знаки что ли не видят я что там мужчина мужчина подождите подождите мы вам сейчас объясним все смотрите дело в том что там есть вы наверное выпустили пешеходная зона тут нельзя ехать там не не здесь вот смотрите посмотрите вот ну вот тут знак знак же есть пешеходная зона вот с этого края везде понимаете пешеходная зона вот там вот тут смотрите ну вот мотовь мой вот нет вы во двор хотите проехать или как или здесь да во двор в этой стороны нет В общем-то, затрат нету, то есть делать ничего не надо. В общем, вы считаете, что поставить знак много ума не надо, а сделать и уму надо, правильно? Да, совершенно верно. Но при этом вы для этого никуда обращаться не хотите? Значит, я вообще, если вы хотите знать, я сам специалист, я работаю. Я занимаюсь своим делом, поэтому каждый дом... Скажи, вы на пенсию. Ну и что? А что, пенсионеры не работают, что ли? А, все, я понял. Нет, просто написать в администрацию, это вот... Каждый должен заниматься своим делом. Правильно. Но вы как гражданин же, сейчас вот высказывайте свою позицию открыто, чтобы вас услышали, вас услышали. Вы, повторюсь, высказываете очень рациональные вещи, правда, что все нужно сделать по уму, что нужно восстановить газон, либо же со стороны проезжей части сделать парковку, чтобы был бордюр, чтобы была отдельная дорожка для пешеходов. По уму сделать. Да, по уму, все правильно. Все правильно. Но вы-то начали с обратной стороны. Мы всего лишь привлекаем внимание к этому. Если я, допустим, переехал через бордюр, как я это делаю во дворе у себя, а вы раз меня... Нет вопросов, пожалуйста. Да, я вот такое дерьмо получился. Нет вопросов. Но здесь я всю улицу легко... Честно, надо сказать, не было бы знака, не было бы знака, я бы тоже не сказал, что это для пешеходов. Вот правда. Но есть знак, который надо видеть. Водитель, можно вас на секундочку? Расскажите нам, как вы сюда попали и что вас подвигло залезть на пешеходную зону? Там стоит знак, конечно, пешеходная зона. Что? Там стоит знак, конечно, пешеходная зона. Ну, так он стоит тут, на пешеходной зоне. Вот, видите знак, конечно, пешеходной зоны? Ребят, тут вообще какой-то... Здравствуйте. Можно нас на секундочку отвлечь? Да, выпрыживать, что-то говорить. Мне просто интересно, что вас подвигло залезть на пешеходную зону, вот заехать теперь парковаться? В магазин, например. В магазин. Ну, вы знаете, что нельзя так парковаться? Ну, да, поставим. Водитель, машина, убирайся, ты пешеходная зона. Да, собираем. Сзади встанем, не уедете, до приезда гаи. Водитель. Это у нас, значит, и нет. Сейчас уберем. Прямо сейчас убирай. Прямо сейчас. Полчаса сядьте, машину уберите. А сейчас сядь, ну и уберем. Хорошо. Ну, сейчас. Дело в том, что... Мужчина, мужчина. Там просто на дороге везде можно ставить. Пусть так. Не хочет, как хочет. Станем сзади. Пусть ждет гаи. Там ребенок у него в машине. Кстати, он оставил ребенка маленькой. Да, да. Мы вонять стали, да вообще. Ага. Надо там встать. Оставил человек маленького ребенка в машину. Водитель. Водитель. Вообще. Офигеть. Они чуть не сталкиваются тут ребят. Все чуть здесь не приезжают. Здрасьте. На пешеходную зону. Извините. Да, хорошо. Мы вам подскажем, мы вам подскажем. Вот тут везде, вот тут можно стоять. Вот тут вдоль дороги. Смотри, Паша. Давай. Один. Да. Д筋. Подпис быть на к realizedе, в том числее.